Доброе утро. Это «Разница во времени». Короткие чайные новости от ttips.ru. Китайские ученые исследовали возможность использования напитка, изготовленного из листьев облепихи по технологии Фуджуаня, для лечения гиперлипидемии. Оставлю с вашего позволения без внимания главную и медицинскую часть этого исследования замечу только, что результаты там получились обнадеживающими. И скажу пару слов о необычной вариации на тему облепихового чая. Или Фуджуаня. Тут все зависит от того, с какой стороны на все это дело смотреть. Фуджуань, напомню, это хейча, темный китайский чай. Обычно его связывают с провинцией Хунань, но это не совсем полная связка. Строго говоря, его даже придумали не в Хунане, а в Шинси. Сейчас, впрочем, не об этом. Особенностью Фуджуани является заметное присутствие в консорциуме микроорганизмов, под действием которого этот чай проходит микробиологическую ферментацию, грибка аспергилус крестатус, именуемого в чайном китайском простонародье цзиньхуа, золотой цветок. Заметное присутствие в данном случае не фигура речи, а объективная реальность, данная нам в ощущениях. Желтенькие крапинки грибка отлично заметны в чае и, безусловно, радуют глаз. Мне лично этот чай очень нравится на вкус, в хорошем исполнении, конечно. И я уже как-то говорил, что у нас он стал основным завтраковым чаем. Так вот, грибок аспергилус крестатус можно выпустить не только на чайные листья, но и на другое растительное сырье. Не на всякое, скорее всего, но на листьях облепихи культура грибка прижилась и подвергла эти самые листья упомянутой уже микробиологической ферментации. Что и само по себе интересно, и попробовать интересно. Правда, о нелабораторных вариантах облепихового фуджуаня я ничего и никогда не слышал. Поиск по иероглифам, обозначающим облепиха и фуджуань, тоже никакого результата не дал. Так что, скорее всего, готового облепихового фуджуаня на рынке нет. А китайские ученые о том, каким получился их облепиховый фуджуань на вкус, ничего не пишут. Ну и замечу, конечно, что облепиха – это очень интересное чайное сырье. И я сейчас не только о получивших почти массовое распространение о веселеньких оранжевых напитках из ягод облепихи, облепихового пюре или еще чего-то глубоко переработанного. Эти напитки, безусловно, интересны и за последнее время, скажем так, подоптесались и часто получаются вполне симпатичными на вкус. Но напитки можно готовить не только из ягод облепихи. Исследованные китайскими учеными облепиховые листья – тоже отличная чайная штука, даже без микробиологической ферментации. Их, кстати, сейчас можно собирать. Они просто сушатся, симпатичны внешне, вкусно завариваются и сифонизируются, кстати, сами по себе и являются отличным компонентом сложных чайных напитков. Я в прошлом много с ними экспериментировал и результатами этих экспериментов обычно оставался доволен. Рекомендую. Ну и да, теперь, когда вы найдете в меню кафе или чайной строчку облепиховый чай, то можете сильно уважать себя заставить, просто уточнив у официанта, что именно это за чай. Из ягод облепихи, листьев облепихи или облепиховый фуджуань. Замечу также, что в большей части чайных источников тот грибок, который радует глаз золотистыми крапинками при встрече с фуджуанем, название которого по-китайски звучит, напомню, как «дзиньхуа» и переводится «золотой цветок», называется «иуротиум крестатум», а не «аспергилус крестатус», как в описываемом исследовании. Насколько я смог понять, корректно используются оба названия, но «аспергилус крестатус» считается более актуальным, а «иуротиум крестатум» устаревшим. Настаивать не буду, сильно в вопросе не разбирался, но отмечу, что при классификации живых организмов такие переименования случаются часто. Это была «Разница во времени», оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи!